Привет, моя маленькая компания! Привет, Алиса и Ксюша! Привет! Вероника, а мы с Алисой недавно ходили в кино, смотрели фильм про собак. Оказывается, собаки во много помогают человеку. Собака – верный друг и помощник человека. Большие и маленькие, ласковые и не очень. Они во многом помогают нам с вами, людям. Например, есть собаки-поводыри. Это те собаки, которые помогают людям, потерявшим зрение. Нам в школе рассказывали, что во время войны собаки работали, как сторожа, санитары, почтальоны, подносчики патронов. Дом, сарай, склад, гараж. Собака зорко охраняет днем и ночью. Собака выполняет ответственную службу. Есть собаки-сторожа, а есть собаки-сыщики. Их учат вот с таких вот маленьких щенков разыскивать по запаху и следу человека или предметы. Собакой, которая несет службу. А еще частенько заглядывает в школьников гости. Давайте побострее знакомиться. Давайте. Все ответы на вопросы только маленькой компании. Это служебная собака Эльза. Уже 9 лет она служит в Лицком отделе Департамента охраны МВД. Другими словами, служит в милиции. Службу Эльза несет в группе задержания вместе с милиционером-кинологом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша ведущая Даша Яковенко встретилась с Эльзой и с сотрудником милиции, который ее воспитал. Произошло это на площадке, где милиционеры-кинологи групп задержания занимаются со своими служебными собаками. Даша не упустила шанса и поинтересовалась, как же четвероногие попадают на службу в милицию. Людям, чтобы устроиться на работу, нужно учиться. А собаке что нужно сделать, чтобы попасть на службу? Собака с очень маленького возраста, буквально с двух-трех месяцев, начинает свое становление как в будущем наш сотрудник в виде собаки. Мы ее тестируем, мы проверяем ее на разные качества, чтобы она хорошо ориентировалась среди людей, детишек, взрослых, чтобы она не боялась разных всяких шумов, чтобы ей было интересно. Смотрим, как она с игрушками работает, насколько она устает, насколько ей интересно играть с человеком. И уже тогда, когда мы видим, что можем с этой собачкой работать, она талантлива, она достойна служить, мы с ней начинаем заниматься. В раннем возрасте, примерно в 4 месяца, щенок немецкой овчарки тестируется, проходит проверку своих природных качеств. И если собака способная и талантливая, ее закрепляют за милиционером-кинологом. Вместе они отправляются в учебный центр для обучения. Андрей Кушко и Эльза обучались там же. Он учился правильно отдавать команды псу, а пес их выполнять. Лежать, сидеть, голос и другие общие команды, которые дает хозяин, Эльза выполняет молниеносно. Даша решила проверить, будет ли собака, так же служить и ее. Оказалось, будет, но лишь тогда, когда рядом хозяин. Я хочу почувствовать себя кинологом. Можете дать мне фуражку, и я буду давать команду Эльзе? Конечно. Держи. Вот. Оп. Держи. Сидеть. Молодец. Держать. Держать. И давай, голос. Голос. Хорошо. Голос. А, молодец. Кроме команд общего курса, Эльза выполняет и другие. Например, собака по запаху ищет предметы и людей. И в этом ей помогает ее главный инструмент – нос. На счету Эльзы десятки раскрытых преступлений. Она разыскивала преступников, определяла их среди толпы, участвовала в задержаниях и искала потерявшихся людей. А как приходит день вашего четвероногого друга? Какие у него обязанности? Собака у нас живет у кинолога. Соответственно, он с собачкой идет на службу, выгуливает ее, идет на инструктивное занятие. У нее есть своя амуниция, так называемая попона, да, то есть есть накидка, которая написана «милиция», чтобы люди знали, что это милицейская собака. У нее есть определенные намордники, которые нужны для определенной безопасности других людей. Все это проверяется, и собачка садится вот в автомобиль и несет службу вместе с кинологом периодически. То есть иногда останавливается машина, собачка выгуливается, ей еще надо бегать, она свою энергию выплескивает. Если какой-то вызов, она обязательно вместе с кинологом выезжает на преступление, задерживает преступников, она спасает людей. Если кто-то потерялся в лесу, обязательно выезжает кинолог и начинает ее искать с той точки, где примерно потерялся человек. И уже идет в том направлении, куда она потом мог этот человек уйти, или ребенок, либо взрослый человек. Как у любого сотрудника милиции, у Эльзы есть своя форма, а называется она попона. Это своего рода накидка, которая закрепляется на теле животного с помощью липучек. Они регулируются таким образом, чтобы попона не сковывала движение собаки и нигде не жала. Ведь в такой экипировке пес должен проработать все дежурство, а это 12 часов. Попона сделана из непромокаемой ткани, потому что собаке приходится работать в любых погодных условиях. На форме у Эльзы есть фликеры, они делают ее заметной в темноте. И, конечно же, надпись «Милиция». В такой одежде сразу понятно, это не обычная собака, а служебная. Опять за свою работу получает деньги или только вкусняшки? Собака получает деньги, примерно как и милиционер, но только милиционер получает как человек, а собака как животное служебное. Достаточно ей для того, чтобы она могла вкусно и покушать, и чтобы она выполняла определенные обязательства на работе. Вкусняшки обязательно даются тогда, когда она выполняет свою работу хорошо. Нашла человека – получи вкусняшку. Выполнила команду – получи вкусняшку. Конец рабочего дня – пришли домой. И обязательно, что сделали? Правильно, вкусно покормили. Вот здесь получается вкусняшка. Андрей Кушко рассказал ведущей нашей маленькой компании, что Эльза понимает очень много команд и различает их не только по словам, но и по интонации, с которой они произносятся. Поэтому он всегда старается выразить свои эмоции на 100%. Если Эльза где-то провинилась, либо же хозяин чем-то недоволен, он показывает это своим поведением и, конечно же, интонацией в голосе. Прекрасно понимает Эльза и когда ее хвалят. В этом случае она старается служить еще лучше. Эльза – опытная собака, и ее служба в Лицком отделе Департамента охраны МВД довольны. Недавно ей доверили ответственную миссию. Вместе со своим хозяином и другими сотрудниками милиции посещать школы Лиды и демонстрировать свои навыки и умения. Андрей Кушко рассказывает, как работают милиционеры-кинологи, а Эльза показывает, как работают служебные собаки. Дети с интересом наблюдают, как на их глазах собака и кинолог понимают друг друга с полуслова. Эльза Даши очень понравилась. А чтобы их знакомство ведущей маленькой компании запомнилось, от милиционера-кинолога и его четвероногой напарницы она получила подарок – символ Департамента охраны – сову. Пользуюсь случаем, побывав в вашей программе, Лидский отдел Департамента охраны хочет подарить вашей программе, тебе в частности, вот этого совенка. Так как он является нашим тотемом, вот у нас на шевроне, вот видишь, я его показываю, да, тоже из совенок. И есть наш девиз – спокойствие, надежность, профессионализм. И он, пускай, вас защищает постоянно, всегда вам помогает. А если что-то случится, обязательно уже приедут люди вот с такой совой на плече. Держи. Спасибо. Сова выбрана символом Департамента охраны не случайно. Его сотрудники никогда не спят и ответственно несут службу. На страже порядка всегда и Эльза. Она готова в любую минуту прийти на помощь в поиске людей или задержании преступников. Все ответы на вопросы только маленькой компании. У нашей маленькой компании тоже есть друг по имени Никита. У него тоже есть собака. Наверное, овчарка, а мальчишки их обожают. Нет. А какой породы собака у твоего друга? Хаски. Это именно те, которые похожи на волка? Точно. У моего друга точно такая же. Хаски – энергичная, любознательная и очень подвижная собака. Она обычно имеет толстую двойную шерсть, которая защищает ее от перехлаждения. Шерсть может быть белой, серой, черной. А вот глаза у этих четвероногих друзей небесно-голубые, а еще могут быть желтыми и коричневыми. Очень интересно познакомиться с собакой этой породы. Давайте поскорее знакомиться. Давайте. Все ответы на вопросы только маленькой компании. Хати – именно так зовут четвероногую подружку шестилетнего Никиты Бразовского. В семье Бразовских пес появился шесть лет назад. Всего на три месяца позже, чем его юный хозяин. Мальчик уверяет, что из-за того, что они с Хати ровесники и вместе росли, они стали неразлучными друзьями. На дачу, в лес на прогулку или по делам. Хати всегда рядом со своими хозяевами. Она активная, дружелюбная и очень общительная. Собака обожает быть в обществе. Любит, когда ее гладят или играют с ней. В эти моменты Хати очень счастлива. Долго оставаться дома одна она не любит. Стоит хозяевам задержаться по делам, и Хати начинает плакать, скулить. Ей всегда хочется быть рядом с людьми. Когда я был маленький, мне было три месяца. Мама с папой меня оставили, а бабушки, а сами поехали в Гродно и купили Хати. Она была такая маленькая, что помещалась в коробку от обуви. Хати собака породы хаски. Современные хаски – потомки многочисленных аборигенных ездовых собак Крайнего Севера. Местные народы занимались ловлей рыбы, охотой на морского зверя, разведением северных оленей. Их верным другом, компаньоном и помощником стала выносливая и неприхотливая собака – хаски. Сегодня эта порода очень популярна. Нашей маленькой компании Никита рассказал, хаски не может быть охранной собакой. Она не должна содержаться на цепи. Эти животные не агрессивны, поэтому и не используются для охраны. Зато с детьми собаки этой породы отлично ладят. Хати – не исключение. Для Никиты и его младшего брата Вани четвероногая подружка всегда лучший компаньон в играх. Сыграть в догонялки, прятки или вместе побегать за мечом – Хати никогда не откажется. Не против пес и физических нагрузок. Зимой, например, она катает мальчиков на санках и ватрушках. Одних игр для Хати недостаточно. Собаке, как и любому другому домашнему питомцу, нужен уход. Никита с удовольствием за ней ухаживает. Я за ней ухаживаю иногда, и мама. Ее надо кормить, с ней гулять утром и в обед, и вечером. Папа с ней иногда бегает утром и вечером. Мы ей даем витамины, водим ее на прививки. И расчесываем ее, вычешиваем шерсть, когда она линяет. Совсем скоро Хати станет мамой. Этот день Никита и его младший брат Ваня ждут с нетерпением. Говорят, что вместе с Хатей будут заботиться о ее новорожденных щенках и помогать ей ухаживать за ними. А когда малыши подрастут, то обязательно познакомят их с нашей маленькой компанией. По-моему, у Никиты очень классная четвероногая подружка. А вот дома у Нелли Тулько живет смешной и забавный пес по кличке Тофик. Тофик похож на мягкую и красивую игрушку. А Тофик с обоголокой породы. Тофик мальтийская баллонка. Он очень веселый, игривый, преданный пес. А еще Тофик любит игры на свежем воздухе, бегать и прыгать. Настоящий друг для Нелли. Наверное, Нелли и Тофик проводят вместе очень много времени. А вот так это или нет, я предлагаю узнать прямо сейчас у юной хозяйки. Все ответы на вопросы только в маленькой компании. Энергичный, веселый и жизнерадостный. Это все о домашнем любимце Нелли Тулько – Тофике. Тофик – собака породы мальтийская баллонка. Он появился в семье Тулько всего на пару месяцев раньше Нелли. Домашний питомец девочки внешне похож на маленькую живую игрушку. Белоснежный комочек молниеносно передвигается по квартире. Тофик – не домосед. Он везде путешествует вместе с девочкой и ее родителями. Среди всех членов семьи хозяином Тофик выбрал папу Нелли. Его слушает и подчиняется беспрекословно. А вот с девочкой может пошалить, но Нелли не обижается. Даже тогда, когда по утрам пес не дает ей собираться в детский сад. Он стягивает носки, колготки. Нелли признается, Тофик – из тех собак, которые обожают общество. Девочка говорит, если бы для животных построили детский сад, то Тофик ходил бы туда с удовольствием. А пока такого нет, он провожает в садик свою хозяйку. Друзья Нелли, увидев собачку, похожую на игрушку, тут же спешат к нему погладить, поиграть или чем-нибудь угостить. А Тофик этому только и рад. Пес любит быть в центре внимания и получать ласку и нежность от детей. Я собираюсь в садик с утра, и иногда он меня с садика забирает. И вот еще иногда я иду вместе с ним в садик, и его там гладят. Идеально белая шерсть считается важной, отличительной чертой и одним из главных достоинств мальтийской баллонки. Шерсть отличается шелковистостью и густотой. Если ее не стричь, она вырастет прямой и будет спадать, словно шлейф. Такая шерсть – главное достоинство этой породы. Чтобы собака всегда выглядела красиво, за ней нужно ухаживать. Заботу о Тофике Нелли взяла на себя. Когда девочка не справляется, на помощь к ней приходят родители. Я ее ложу на улицу. Она лечит, иногда гавкает. И когда-то она, иногда она у меня еду, крадет ее сучки. И все, я ее ложу на улицу. Его надо кормить, мыть, шушить, расчесывать, убирать колтуны, держать его. Он любит кушать. И вот еще его надо держать, чтобы он не убежал. Совсем скоро наступит лето. Нелли и ее пушистый четвероногий друг будут много времени проводить на даче. А там много места для игр и веселья. На радость девочке и ее питомцам. Все ответы на вопросы только в маленькой компании. Спасибо, Алиса, спасибо, Ксюша, мне и, я думаю, нашим телезрителям очень запомнились ваши истории. Если у вас интересная история, коллекция или прикольные домашние животы, обязательно сообщите нам. Пишите в инстаграме Лида ТВ и ставьте нашим героем. Ну что ж, а сейчас настало время прощаться с мальчишками и девчонками ровно на неделю. До встречи в следующую субботу. Пока-пока!